МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И затем рассказывается, как Иисус исцелел прокаженного. Говорят, проказа символизирует грех. Когда человек заболевает проказ, он теряет чувства? И потом он теряет пальцы, ноги. Страшная болезнь. Поэтому люди боятся проказа. Но люди, изучая проказ, говорят, что оно подобно греху. И что получается? Если исцелел от проказа, значит, исцелел грех. И как многие люди хотят исцелиться от проказа, очень многие люди хотят освободиться от греха. И разными способами они плачут, каятся, чтобы очиститься от греха. Но я читал 1 главу. И что там написано об Иисусе Христе? В 1 стихе. Бог, многократно и многообразно говоривший из древних отцам в пророках, в последние днисии говорил нам в сыне, который поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И это Бога вилучил. Бог, стихи, как Бог, кончен. И здесь 보는 собой, Он создал свой принцип. И измельчил его, И на основе, что его 능력, и рельефы, и исцелелел и все благосилел. И разумеется, 죄 нужно было исключением в инерсии, и на основе, в подлесене, что его возобращались на 70-40, и, 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 Этот третий стих я в конце прочитал, мам. Сей, будучи сияньей славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силой своей, совершив собою ощущение грехов наших, васел одесною престола величия на высоте. Послушайте внимательно. Иисус, чтобы очистить нас от греха, пришел на землю. Он умер на кресте. И затем воскрес. И вознесся. Тогда мы должны одну вещь знать. Тогда до сих пор Иисус очищает грех. Или же Он прекратил очищать грех. Знаете, об этом можно говорить. Иисус пришел на землю, чтобы спасти нас от греха. Если бы Иисус пришел на эту землю, но если бы не смог бы совершить до конца очищение наше, то Он не может пойти в Царство Небесное. Поскольку Он пришел для того, чтобы очистить нас от греха. Поэтому, если бы Он не довершил свое дело и вознесся, значит, получается, это не послушание перед Богом. Но Иисус Христос умер на кресте, и потом воскрес. И потом, пока Он несколько дней был на земле, потом вознесся на небо. Тогда почему Иисус пришел на землю, потом почему же Он вознесся на небо? Чтобы сесть в Одесную Престолу величию. Бог послал Иисуса, чтобы Иисус очистил наши грехи. Если Иисус вознесся для того, чтобы уже после того, как все сделал, это значит, что Иисус завершил очищение наших грехов. Знаете, я хочу у вас спросить. Иисус умер на кресте и очистил наши грехи. Тогда до сих пор ли Иисус очищает наши грехи? До сих пор ли Он очищает наши грехи? До сих пор Он становится жертвой и умирает на кресте. До сих пор ли Он приносит Себя Господу Богу, как жертва? Да, такой вопрос встает. Что? О чем мы должны вместе подумать? Если бы Иисус умер на кресте и не смог очистить все наши грехи, тогда нужно стараться Иисусу, чтобы очистить все наши грехи, потом пойти в Царство Небесное. Но что значит, что Иисус сидит в Одесную, Царство Небесное? Это значит, что Он довершил дело очищения наших грехов. Если Он закончил приношение жертвы за наши грехи, тогда больше не надо работать или приносить жертвы за наши грехи. Многие люди читают Библию, как попало. Поэтому глубоко об этом не думаю. Что написано в Посланнике Евреям, которое мы сегодня прочитали? Первая глава, третий стих. Все будут честьяний славы и постались Его. И держа все словом силы Своей. Держа все словом. В русском языке тоже так написано, да? Здесь тоже написано, что совершил, закончил. В русском языке тоже так написано, да? Действительно так. Смотрите, здесь что написано? Совершив, то есть закончил собой ощущение грехов наших. То есть уже закончившийся. То есть совершил. То есть закончил другими словами. И затем воссел Одесной престола Величева. То есть когда Иисус вознесся на небо и воссел водесною. Он пошел, потому что совершил ощущение грехов наших. И сейчас разве, находясь у престола, Он занимается ощущением наших грехов? Нет. Почему нет? У нас же много греха. У нас же нужно очистить наши грехи. У нас много грехов, поэтому мы думаем, что мы до сих пор должны работать, трудиться. Но Библия нам говорит не так. 2000 лет назад. Когда Иисус умер на кресте, Он завершил очищение наших грехов. То есть в тот момент Он уже очистил наши грехи. Он на кресте полностью очистил наши грехи. И Он совершил это уже. Да, конечно, когда Иисус умирал на кресте, нас не было даже ни на планете. Мы, наверное, даже не думали родиться. Мы, наверное, даже не думали о том, что мы родимся. Но даже в то время уже Господь знал о нас. И грехи будущих нас и наших потомков Иисус взял на Себя и понесел на крест. Знаете, некоторые люди говорят, что Иисус очистил наши первоначальные грехи. Это потому, что они не знают Библию. А если Иисус очистил только первоначальные грехи, а наши грехи не может очистить? Тогда каким образом можно очистить будущие грехи наши? И тогда какой смысл очищать тогда первоначальные грехи? Потому что если у тебя есть первоначальные грехи, попадешь в Одессу, если есть грехи, то будешь в вас. Это значит, они не ценят крест Иисуса. Крест Иисуса Христа совершенным образом все решила, вопрос о чем в грехах. Через эту лекцию, через Евангелие от Морфеев, что я вам хочу сказать больше всего? Какие у нас мысли появляются, это не важно. С каким планом вы идете и думаете, не важно? Но очень важно, как Бог говорит. Неважно, что нам говорят наши мысли. В слове Бога, когда Иисус умирал на кресте. Знаете, что люди до рождения Иисуса Христа? И люди, жившие во время дней Иисуса Христа. И мы, которые живем вот после двух тысяч лет спустя. На кресте, в то время, Он полностью за всех очистил. Поэтому мы не сейчас должны получить прощение грехов. Хотя мы грешим. Хотя совершили зло. Не каждый раз, когда совершаем зло, мы очищаем. Никогда мы просим просить наши грехи, очищаться наши грехи. Когда Иисус пришел на землю. Что за ветхих людей, ветховый заметно. И людей того времени при жизни Иисуса. И мы также, которые живем на сегодняшний день. И даже все люди, которые будут нашими потомками. Неважно, чьи грехи, но разум Он очистил наши грехи. Поэтому Иисус ничего не делал. Он просто отдыхает. Он пришел очистить грехи. И очистил, поэтому ничего не нужно делать. И поэтому сейчас сидит в Одесной Престоле Божьего. Но мы неправильно думаем. Мы думаем, что если будем хорошо молиться, тогда Бог очистит наши грехи. Что если мы будем честны, тогда Бог очистит наши грехи. Я не говорю, что вам не надо покаяться. То, что мы согрешили, я осознанно наши грехи так хорошо. Да, то, что у нас говорит, что у меня нет греха, просто кричать тоже безмысленно. Но мы точно согрешили. Совершили зло. Но не мы решаем грех. А Иисус очищает наши грехи. И когда Иисус умирал на кресте, когда Иисус пролил кровь свою, это был тот момент, когда Он уже полоса очистил наши грехи. Грехи человечества именно на том кресте были полоса решены. И грехи омылись и стали белее, наша душа стала белее стиха. Но люди не думают так. Они думают, что Иисус очистил того грехи. Но они думают, что Иисус каждый день очищает наши грехи. Они думают, что когда мы просим простить наши грехи, Иисус говорит, а ладно, прощаю тебе грехи. Но Иисус с ни в коем случае так не поступает. Поскольку Он говорит, что уже очистил наши грехи. Здесь написано, совершив собою очищение грехов наших. И вот 1, 3, 4, 5. Здесь написано, совершив, то есть уже завершил. И поэтому на кресте ваши грехи были очистены. Конечно, может вы помните ваши грехи. Но вы мучаетесь из-за ваших грехов. Но без исключения, какой это грех? Но когда Иисус был распят на кресте и пролил кровь. Все эти грехи уже покончились и были омыты. Поэтому нам не надо просить Бога, чтобы Он очистил наши грехи. Мы должны верой принять в нашу душу, что Иисус очистил нас в кресте. Даже если мы думаем, что у нас много греха. Но в душе мы должны принять, что в кресте кровь очистила нас в душу. Именно поэтому Бог послал Иисуса на землю. Иисус сделал на Себе грехи всего человечества. И проливая кровь на кресте, Он умер. И когда Он умер на кресте, Он очистил не только грехи Бетхого Завета. И Он умер не для того, чтобы очистить грехи того времени людей. И не только за наши грехи сегодняшнего дня. Но и что касается Бетхого Завета того времени, и сегодняшнего человечества. И грехи всех будущих людей. Иисус очистил грехи не по времени. А однократным приношением. Однократным приношением. Библия говорит, совершенным образом очистил все наши грехи. Поэтому смерть Иисуса Христа на кресте. Например, вот Иисус умер на кресте. Если Он еще не очистил наши грехи до конца. Это в кресте, значит есть проблема. Иисус пришел очистить наши грехи, но если не очистил, значит проблема есть. Но в кресте не может быть никаких проблем. Поэтому кровь пролитая на кресте полностью совершенному образоват числа нас. Например, вот мы согрешили. Ой, я очень нехорошо поступил перед женой. Я этого человека очень сильно мучил. Я очень плохо относился к этому человеку. Я такой плохой. Я ужасный человек. Мы можем так думать. Но в глазах Бога. Да, то, что ты согрешил, это правда. Но возьмите за этот грех, я уже заплатил на кресте. Когда Иисус умер на кресте. Когда твои грехи уже были прощены. Когда твои грехи уже очистились. Ты стал уже тогда праведным. Именно в эту истину мы должны поверить. Но многие люди имеют свои мысли. Когда мы грешим. Совесть мучает нас и приходит страх. Поэтому мы думаем, что у нас есть грех. Мы слушаем голос совести. Но то, что больше, чем совесть, это слово Бога. Откройте слово Бога. Во многих местах. Написано, что кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, мы очистились. Написано, по всей этой воле, одним приношением тела Иисуса Христа мы остались и очистились. То есть, смерть Иисуса Христа на кресте. Не имеет недостатков, чтобы очистить грех таких скверных, грязных людей, как мы. Уже очистил. Поэтому, что такое Евангелие? О, так поступайте. Грехи очистятся. Если так сделаете, грехи, наверное, очистятся. Не об этом говорится. Нет, уже очистилась. За ваши грехи было оплачено на кресте. Два раза больше, десять раз больше, сто раз больше Иисус понес в страдание. И поэтому ваши грехи были омыты белее снега. И когда мы в этом верим, это и есть духовная жизнь. И поэтому теперь мы говорим. Дорогие братья и сестры. Наши эмоции, наши чувства, наши мысли, понимания оставьте. Последний к Евреям, 1 глава, 3 стих. Совершив с собой ощущение грехов наших, воссел одеснуем к престолу великого света. Если бы Иисус очистил, увер на кресте, не смог очистить все наши грехи. Значит, Бог скажет, закройте ворота в Царство Небесное. Да, мой сын еще не очистил грехи до конца и хочет прийти. Спустись и до конца отчистить грехи людей. Так бы Бог сказал. Но Господь Бог открыл ворота Царства Небесное. Почему? Потому что точно Иисус очистил наши грехи на кресте. Точно, совершенным образом очистил. Однажды я читал о женщине, взятой в прелюбодеянии. Что сказал Иисус в конце ей? Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Иисус сказал, что Я не осуждаю тебя. Почему Иисус не осуждает женщину, взятую в прелюбодеянии? Потому что теперь ее грехи не ее грехи. А это стали грехи Иисуса. Все мы, как овцы, совратились каждой на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Грехи женщины, взятые в прелюбодеянии, теперь не ее грехи, а грехи Иисуса. И ваши грехи теперь стали грехами Иисуса. Иисус, когда взял на себя наши грехи, умер на кресте. Библия говорит, что наша душа омылась белее снега. Иисус, который очистил наши грехи, полоса очистил прокаженного. Почему Иисус очистил прокаженного? Да, как Иисус очистил эту проказу? Это символизирует, что и наши грехи Бог очистит. Библия говорит, что уже очистил. Но, к сожалению, многие люди на сегодняшний день, читая Библию, не серьезно читают Библию. И хотя знают, что Иисус умер на кресте за наши грехи, но они чувствуют, как будто их грехи еще остались. Потому что я помню, и мне стыдно, и поэтому совесть меня мучает, поэтому я чувствую, как будто у меня есть грехи. То же самое и со мной. Бывает, что я тоже грешу, появляется совесть, мне стыдно, совесть начинает меня мучать. Но я не говорю Господу Богу, чтобы Он очистил эти грехи. Потому что Библия уже сказала, что уже очистил наши грехи, Иисус. Да, Бог сказал, что не воспоминет наши грехи, беззакония наши. Да, Библия говорит, что очистила нашу душу белее снега. И говорит, что не воспоминет. И говорит, что мы оправданы. И сделал, что мы стали святыми. Нам слово Библии говорит так. Да, во многих местах Библии говорится, что наши грехи уже покончены. Что совершил, а мы ванее грехов. И Бог говорит, что мы праведники и святые. И теперь нам не надо оттуда смешивать наши мысли. И Слово Богу как есть, надо просто верить в нашу душе. Дорогие телезрители, я это слово передавал многим людям. Многие люди, слушая это слово, освободились от греха. Когда я смотрел на это, я был так благодарен. И их жизнь начала меняться. Иисус желает войти в вашу душу. А как он может войти? Принимайте слово Иисуса. Когда ваша душа и душа и Иисуса станут едиными. Да действительно, вам кажется, что у вас много греха, много зла у вас. И вам кажется, что у вас немного недостатков. Но что говорит Бог? Да, твои беззакония как облако рассеют. И твои грехи как туман рассеют. Ты вернись ко мне. Я избавил тебя. Как облако рассеялись. Как туман исчезает. Так что наши грехи, он говорит, очистил. Уже омыл. Поэтому приди ко мне. Наши грехи омываются никогда. Мы плачем, просим очистить наши грехи. Иисус уже очистил наши грехи. Поэтому Бог говорит, вернись. И в нашей душе мы просто верим в то, что Иисус говорит нам. Если Иисус говорит, что очистил, значит очистил. Если говорит, что он опорвал, значит мы оправданы. Если он говорит, что освятил, значит мы стали святыми. Таким образом, когда мы принимаем слово Бога, наша душа и душа Бога станут едиными. Когда душа Иисуса и наша душа станут едиными, стал моментом мы с иисусом одно целое и стал момент иисус начинает действовать его же силу начинает у нас проявлять чтобы через иисуса мы получили славу я верю что бог будет совершать удивительное свое деяние дорогие телезрители неважно какие у вас мысли неважно что вы хорошо делаете а важно что иисус сделал я буду как бы мы нехорошо не делали если иисус не очистит наши грехи это мы останемся грешниками но даже если мы будем злыми если сочистил наши грехи это мы не грешники мы становимся святыми праведными людьми иисус возлюбил нас не умирая на кресте я желаю чтобы вы поверили что ни один грех не оставил иисуса я желаю что вы жили благословенной жизнью спасибо до новых встреч до свидания